добрый день с вами лаврентий в анастасия и мы снова поговорим об астрологии и не только разберем сегодня очень необычное революционное полнолуние 3 августа 2020 года это полнолуние является пиком от того черного кармического новолуния с оппозиции к сатурну с напряженными аспектами информационных войнами психологическим давлением и аспекты соответственно нашего полнолуния более чем напряженный вы видите красный треугольник это тау-квадрат от урана к светилам полнолуния то есть к солнцу и луне также мы видим квадрат от соединения лилиты марса к юпитеру и видим оппозицию меркурий сатурн давайте разбираться что же все это значит авантюризм неожиданные события которые будут переворачивать все с ног на голову отказ от прошлого от традиций революции перевороты накал страстей и повышенное количество провокаций собственно говоря мы все это видим уже и хабаровске и в киеве и на востоке и на западе и на юге и на севере к чему же готовятся с такими аспектами будут неожиданные вбросы через сми все будет очень накаленно и достаточно будет черкнуть спичкой а это будет почему потому что в это полнолуние у нас лилит в соединении с марсом в овне огненным воинственном овне в квадрате к юпитеру то есть власти элите и закону агрессия и расшатывание ситуации но как мы знаем нужно конечно же смотреть искать кому это выгодно кто оплачивает пиос материалы кто оплачивает тех же митингующих дестабилизация например на востоке африки сейчас африки той которая уже страдает от неурожая в этом году от разрыва технологических цепочек в результате коронавируса выгодно чтобы уничтожить европу мы это должны понимать потому что беженцы хлынут именно туда дестабилизация киева даже тем же севачолом гетьманом из турции для введения войск для переворота того же и опять же для экономически выгодного обострения с рф потому что под эти все боевые действия очень много всего можно списать в том числе в сша майдан 2 однозначно в хабаровске майдан 2 тоже ну и осталось ждать к сожалению небесную сотню к этому надо быть готовыми потому что сценарий классический везде одинаковые аспекты полнолуния толкают из крайности в крайность не расшатывают нервную систему и показывают безапелляционные требования бунты и протесты но реально это для того чтобы либо кого-то заметили или наоборот чтобы отвлечь внимание чего-то более важного и например продавить какие-то законы под прикрытием какой-то ситуации в идеале конечно использовать то у квадрат урана для творческого созидающего укрепления своей индивидуальности неповторимости но безусловно конечно это не касается украинских меня гей-казаков но если уже говорить про этих товарищей сам зеленский в свое время положил началом этому несколько лет назад когда в клипе ось вам будем гей вот в латексе все это мы первый раз увидели сначала конечно было смешно но сейчас уже не очень оппозиция меркурий сатурн даст конечно ограничения по высказываниям кстати имеем ввиду что на таком аспекте будут страдать легкие и органы дыхания астромедицина венера в это полнолуние с восходящим лунным узлом раху это указание на обретение системы ценностей на необходимость формулировки на необходимость выводов по предыдущему сценарию для того чтобы создать некий новый это в идеале но в реале скорее всего это будет первостепенная жажда власти жажда денег передел влияния договорники эффективная общественная деятельность обещания ни о чем квадрат лилит с марсом в овне к юпитеру это и есть вот то самое попрание законов использование масс коллективов для обретения собственной власти для самоутверждения мы будем видеть и расточительство злоупотребление власти безотчетности безответственность экстремизм и фанатизм смотрите если говорить про личную жизнь какими домами я ваших наталов управляют марс и юпитер вот между ними будет конфликт исследуйте также имеем ввиду что лилита в квадрате и к плутону который в свою очередь находится в серединной точке между кармическим сатурном и законом юпитера ирано-ядерную программу выборы в сша с ее политической борьбой за большие ресурсы никто не отменял точно так же как никто и не отменял бытовое насилие как мы смотрим внешнюю политическую жизнь так мы конечно обращаем внимание на свою внутреннюю микро и макро все что там то и там соизмеряем смотрим со стороны учимся и не повторяем ошибок перед полнолунием мы увидели армяно-азербайджанский конфликт плюс турция мы увидели израиль ливан иран египет плюс неурожай в африке увидели расшатывание хабаровска хотя на самом-то деле все вроде бы как бы по закону а мы говорили буквально недавно что если попираются законы или применяются избирательно если не уважается власть то это конец закон должен быть для всех одинаков с портлендом там все понятно и ясно кстати нужно вспомнить что ведь уже на самом-то деле было когда ряд штатов государств выходили из состава сша это было при пятнадцатом президенте демократии джеймсе бьюкинене тогда вышла южная каролина следом за ней флорида джорджия луизиана техас алабама миссисипи и другие потом то есть вот эти штаты образовали конфедеративные штаты но мы должны помнить чем это закончилось это закончилось кровопролитной войной юга и севера поэтому нам сейчас нужно на самом деле суметь найти в себе стержень и сформировать и ясный образ будущего при этом не поддаваясь манипуляциям и очарованием политикам мы должны основываться исключительно на высшие ценности и традиции своего рода это касается еще раз говорю и политики то есть государственных масштабов и это касается вот непосредственно наших семей искушения будут как там так и там в то же время мы должны понимать что ломать не строить то есть нам нужно созидать вот о чем собственно говоря грядущий сатурн водолей то есть сатурн он как каменщик хранитель времени строитель общества то есть водолея сатурн закладывает фундамент и создает законы то есть следующие два с половиной года водолей сатурна водолей мы будем создавать вот этот фундамент но начинаем и уже если мы сейчас готовы жить не по законам то конечно такое общество она в общем что и что хотели то и получим поскольку грядет квадрат от сатурна к урану в тельце вот весь практически двадцать первый год то да это будет болезненное формирование общественной модели если мы не хотим меняться если мы не хотим посмотреть правде в глаза на это тоже можно обратить внимание сатурн водолея это умение работать со сильной сплоченной командой находить объединяющие идеологические ценности еще раз фильм гей казаки вот он как раз подчеркивает отсутствие сильного духа дисциплины нравственности то есть он попирает законы чести тем самым обрубая как бы корни обезвоживая даже ту же украину то есть это искажение на государственном уровне а именно понимание ценностей братства верности долгу устоям родины вот только они сейчас смогут объединить и создать образ будущего практически все государства они являются искусственно созданными это все понятно но мы же не хотим вот этого сепаратизма поэтому нужен общий объединяющий основывающийся на высших ценностях и родовых традициях образ безусловно грядущий сатурн водолея принесет и кадровые чистки высших эшелонах мне власти и это началось еще на сатурне в козероге и мы должны понимать что любая власть это поле борьбы властных группировок это можно назвать если хотите глубинная власть глубинное государство бывшие опг которые стали со временем элитами со своими пактами договоренностями вот как ни назови это все равно об одном и том же сейчас период смены смыслов логосов в период подведения итогов это я последним вот этом падающем квадрате сатурн уран о сфинксе в конце козерога начали выдали с из юпитера плутона и сатурна то есть мы должны осознавать что идет передел перекрой власти и ресурсов идет борьба за новую власть паны дерутся чубы трещат конечно у холопов то есть все понимают что для создания нового необходимо ликвидация кого-то из старых или необходимо кровавая жертва лилит в овне и марс со своей ретроградной петли приблизительно об этом что стоит организовать небесную сотню в том же хабаровске это будет жертвоприношение определенному эгрегору и конечно нужно смотреть кому это выгодно я сейчас гипотетически сказал поскольку сатурн идет выдали эту власть будет использовать средства массовой информации зажимать народ жертвовать народом наблюдайте отработанные механизмы пиар отделов популизма пропаганды и создание нового образа если уже про образы то конечно яркий пример это украинский зеленский или там хабаровский фургал то есть зеленского выбирали как альтернативу порошенко заранее ему был создан прекрасный образ фургала выбирали как альтернативу бывшему губернатору единороссу шпорту фургал пробыл у власти почти два года и кстати там вообще на просматривается четко цикл марса он пришел на точном соединении марс лилит кету вдали восемнадцатом году у обоих шикарная шикарная команда и актерская и пиар команда оба избраны как альтернатива кто-то сда сдал фургала у нас сейчас если смотреть по украине то жвание дает показания на порошенко в америке тоже все друг на друга дают показания можно сказать о пг майдан был на украине сейчас майдан в хабаровске майдан в портленде сценарий один и тот же и там и там конечно будут провокаторы и там и там будут жертвы то же самое мы можем ожидать и в восточной африке но мы должны понимать что сатурн который двигается в знак водолея это о том что мы должны захотеть стать человеком свободным от привязок по богатству тельца страхом скорпиона и манипуляциям и вот этой вот власти льва то есть внутри себя мы должны сделать вот этот вот гибкий пластичный стержень который готов развиваться мы должны осознать в себе творца и для этого как раз и потребуется высшей меркурий уран с его законами не чести уран в тельце гармонии об одухотворении материи о бесконечном самосовершенствование а лилит в марсе с марсом в овне она как раз отрезает сепаратит если хотите для чего мы изучаем астрологии для того чтобы быть синхронными божественному плану небесам то есть стать сотворцами осознанными созидателями хорошо подписывайтесь на наш канал ставьте лайки делитесь этим роликом чтобы нас осознанных было больше смотрите и другие наши аналитические разборы прогнозы и лекции с любовью ваша настя пока пока